У Гомель история социальной службы началась в снижении 1918-го. Минавито тады тут был створный отдел доглядой и працы, який клопотился об инвалидах войны и их семьях, а так само об старых и детях. У студии наступного года в постановой часового рабочего селянского урада Беларуси затвержен комиссариат социального обеспечения, який поклавопочаток державной системы социальной обороны у республицы. Сегодня только на Гомельщине у ее составе наличивается 5,5 тысяч работников, якие занимаются питаниями працевладкования, выплаты пенсии и оказанием ильшей реальной допомоги тем, кто мает в этом потребу. Причем в опущенный час у деятельности системы начали уносить пыльные коррективы, размога в приватности, а больше активной социальной реабилитации людей с обмежеванными макшимостями. Большая работа в городах и районных центрах проводится по созданию безбарьерной среды. Большой толчок в плане социальной реабилитации проделан после открытия отделений дневного пребывания инвалидов в территориальных центрах социального обслуживания. Проводится планомерная работа и в домах-интернатах для того, чтобы максимально возможно адаптировать реальным условиям. Сегодня под опекой системы державной социальной обороны у Гомельской области находится практически четвертый же регион у век великих технических макшимостей. На первом месяце все равно застается реальный человек. На керунке работы центра социальной обслуживания розная, алибо дай самый распоседженный, развитие творческих дольностей у людей с обмежеванными макшимостями. У речи это так самый элемент социальной реабилитации. Кормилка, куватка, десятиручница, масленица, в отделении дневного знаходжения Хоинского территориального центра социального обслуживания населенства освоили выработку ось таких старожитных славянских лялек. Лечится, что это видимо мостный оберег, який дозволяет вылечивать хворобы и притягивает в дом счастье. Особые притулки, больше ведомые, как кризисные покои, гостевые семьи, сирот сучастных задач социальной службы, да помочь человеку, коли не полностью переодолись в складанную ситуацию, то, как минимум, адаптоваться до ЕЕ. Миновата такая мета новой формы работы, размещения состарелых или инвалидов у замещальных семьях. Поколь таких прикладов, находящие не вельми шмат, а леяны есть. В 2018 году в нашем районе образовалось две замещающие семьи. Первая семья, когда образовалась, информация начала поступать, люди начали звонить, интересоваться. Конечно, не все готовы забрать пожилого человека к себе в семью, но, тем не менее, эта форма услуг становится востребованной. И уже буквально в ноябре месяце у нас появилась вторая замещающая семья. Надеюсь, что в 2019 году эта форма социального обслуживания будет продолжена, потому что все-таки многие, кто хочет уделить внимание пожилому человеку, проще, когда они взяли его к себе домой. И это внимание круглосуточно. Вас поважаю и ценюсь за сердечность, представительность, готовность в любом момент оказать допомогу тем, кто мая у ее потребу. Это слово с привитального адреса Гомельского АПРК, работникам системы Державной социальной обороны, представникам, бадай самой гуманной профессии. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гобель».